Это не спецоперация. Столько полицейских собралось в одном зале не для выполнения задания. Сегодня они отмечают профессиональный праздник. Принято считать, что служба это чисто мужская, потому как опасна и сложна. Однако, несмотря на все трудности, в рядах казахстанской полиции немало женщин. Ради долга они готовы пожертвовать многим. Одна из них – полковник полиции и отличник службы Лейла Алиппаева. В этой отрасли я уже работаю 22 года. В 1995 году я была назначена инспектором по делам несовершеннолетних Управлением внутренних дел Алатауского района. Ну, работа наша с детьми. Само название ювенальной полиции говорит о том, что это работа с детьми. Защищаем права и законные интересы детей. Поэтому в этой службе работают, в принципе, все наши сотрудники, которые пришли именно по призванию. Призвание. Этим и объясняется их готовность лезть под пули. Неустанно находиться на страже 24 часа в сутки. Все потому, что профессия – их спутник жизни. Всем личным составом они борются за снижение преступности в нашем городе. Достижения наглядны и отмечаются ежегодно. Аким города Баужан-Байбек поздравил страж порядка с праздником и выразил признательность от имени всех алматинцев за спокойствие и порядок в мегаполисе. Полицейские – это как вратарь в футбольной команде. Пока голы не забывают, никто не видит вратаря. То есть это работа невидимая, но она каждый день присутствует в жизни каждого алматинца и каждого человека. Поэтому я считаю, что действительно в целом мы видим большую благодарность горожан. Конечно, так как полиция находится на передовой, больше всего мы слышим критики. Я сам, как Аким города, бываю в разных нахожусь ситуациях, встречаюсь и всегда защищаю нашу полицию. Потому что знаю, какая это трудная, ответственная работа. Круглые сутки, когда не видят семьи своих детей, когда готовы жертвовать тем, что у них есть, самым ценным жизнью. Но делают это во благо своей родины, своей семьи, своего любимого города. С каждым годом укрепляется материально-техническая база полицейских. Только в этом году будет закуплено 270 единиц автотранспорта. В Наурусбайском районе строится новое здание РУВД. В городе дополнительно установят тысячу камер с выводом на центр оперативного управления. Благодаря всевидящему оку в Алматы раскрыто свыше трех тысяч преступлений. В прошлом году за эти полгода – полторы тысячи. Успех в раскрытии преступления в первую очередь обеспечивают квалифицированные кадры. За 25 лет Департамент внутренних дел Алматы воспитал трех министров внутренних дел. 13 заместителей министров внутренних дел, 18 начальников ДВД городов и областей, а также свыше 33 сотрудника получили высшее звание генерал. К сожалению, без потерь не обошлось. Непримиримой с борьбой с преступностью мы потеряли свыше 50 сотрудников. 29 из них погибли от рук преступников. Более 150 полицейских были ранены на службе за эти годы. Алматинцы помнят кровавую историю прошлого года, когда от рук террориста погибло семеро лучших бойцов. Они спасли жизни горожан и убедили вновь в том, что наша полиция нас бережет. Султана Шурай, Осет Кундакпаев, телеканал Алматы.